Друзья, добрый вечер. Нас уже так немножко представили. Собственно, все, кого вы видите на сцене, это люди, которые занимаются маркетинг-баем, находясь как бы в его штате. Естественно, у нас еще есть толпа экспертов, за которыми мы бегаем, допрашиваем их, запрашиваем комментарии, кейсы и прочие материалы, потому что любой экспертный отраслевой портал не может существовать только на работе журналистов. Я думаю, что все тут об этом знают. Что мы сегодня для вас придумали? Мы покажем вам несколько категорий, которые мы выбрали для своей итоговой статьи и, в общем-то, попользуемся вами как такой импровизированный фокус-группой. То есть спросим ваше мнение о ряде проектов и то, как вы проголосуете, тот проект и станет самым-самым в нашей итоговой статье. Понятно, что в ней будет больше категории, чем три, которые мы сегодня покажем, но вот эти три мы сделаем со звездочкой, выбранной участниками пресс-клуба. Так что будете голосовать, мы покажем проекты, немножко о каждом из них расскажем. Я думаю, что многие из них вы помните или вспомните с нашей помощью. Собственно, пара слов о маркетинг-бай. Ресурс уже такой немолодой мальчик по сравнению с многими ресурсами белорусскими, ему 10 лет. И, конечно, как у каждого ресурса, есть своя легенда создания, когда несколько ребят, рекламистов, 10 лет назад собрались в баре и подумали, а чего это мы каждый день читаем только российские рекламные новости. А про нас самих, собственно, не пишем ни мы сами, ни кто-то еще. То есть нет никакого своего отраслевого издания, где можно было бы как-то общаться, отражать то, что происходит на рынке. Ну и, в общем-то, под пиво решили мне это дело исправить и создали ресурс маркетинг-бай. Восемь лет им руководил, возможно, известный вам человек, которого зовут Сергей Скороход. Вот, собственно, спустя 8 лет он понял, что, наверное, где-то уже начал повторяться на этом ресурсе и уступил место, скажем, другой команде. Сейчас он занимается другим проектом, тоже очень полезным для рынка, рейтинг-байнета. А наша команда вот в таком составе два года трудится над маркетинг-бай. Две фишки этого ресурса, просто так, чтобы вы чуть-чуть больше о нем узнали и поняли. Это раздел кейсы, который существовал с самого начала создания этого сайта. Что это такое? Ну, кейсы в переводе с английского – это общее слово такое – проекты. И эти проекты, которые на нашем сайте собираются целых 10 лет, это такой огромный архив того, что происходит в нашем рекламном бизнесе, в нашем пиар-бизнесе. То есть все то, что мы называем таким огромным словом коммуникация. То есть, проще говоря, без этой академичности, это то, как общаются бренды белорусские со своими потребителями, то есть, в принципе, с нами. И в последнее время эта тема стала выходить за рамки маркетинг-бай. Вы, наверное, и сами это видите, и, возможно, сами об этом пишете. Когда все больше каких-то рекламных фишек, рекламных приемов цепляют людей за живое, и о них уже пишут не только наш ресурс, но и там, и Тутбай, и Ситидок, и многие другие издания. И мы оказались в этом смысле в выгодной ситуации, потому что только через нас, вот мы как первоисточник проходим, и на нас вы часто ссылаетесь, именно у нас вы часто берете эту информацию, в том числе и в разделе кейсы. Если вы немного интересуетесь о том, как строится реклама в нашей стране, строится пиар или маркетинг, заходите туда, это, собственно, зеркало всего того, что у нас происходит. Рубрика исследования стала, наверное, мегапопулярна у нас в последнее время, потому что, ну, наверное, все вы знаете, если особенно пишете аналитику, что с исследованием в Беларуси вообще не очень хорошо. Очень долгое время существовала монополия государства на всякие статистические исследования. А государству, как мы все знаем, мы не очень доверяем. И их цифрам тоже. И вот создался такой как бы гэп в стране на эту информацию, на какую-то статистику, на какие-то оценки потребительских предпочтений в том числе. И так получилось, что, по сути, только на маркетинг-бай появляются подобные исследования, которыми делятся с нами наши партнеры. Это, например, там компания МасМи, компания Сармонт. Это социологи, которые делают исследования по заказу брендов, по заказу бизнесов. То есть им за это платят денежку. Ну, а мы на правах партнеров кое-какие кусочки этой информации можем у них урвать. И эта информация, она действительно очень полезна для многих, для многих, на самом деле, аналитических материалов в разных отраслях. Там очень много социологического среза. Из того последнего, что у нас было, это, например, тренды по здоровому питанию в Беларуси. Это то, как белорусская молодежь воспринимает белорусский язык, белорусские продукты. Это и отношение к экологии, к экологическим инициативам, сбору мусора, многое другое. То есть, как видите, все то, что может быть использовано в самом широком круге статей. Ну, и мы, наверное, как мне говорят, первое в стране издание, которое само заказало исследование социологам. Это вот то самое, не люблю это слово, хайповое исследование популярности белорусских блогеров. Которое мы на свою голову заказали, и потом две недели наблюдали, как разворачивается шумиха вокруг этого материала, которые мало того, что перепубликовали, а потом еще и пошли некие круглые столы, дискуссии, и вообще черти что на самом деле. Ну, зато интересно было понаблюдать, что людей это зацепило. Мы этого не ожидали, мы думали, что эта новость проживет там три дня, как водится, а она жила, ну, недели три, как минимум. И еще там после Нового года нас опять зовут на какие-то круглые столы это обсуждать. Ну, в общем, сколько можно, не знаю, но, как показывает практика, оказывается, есть спрос на такие исследования. Вот, поэтому если вам нужны какие-то полезные цифры, вдруг вы можете забраться в нашу рубрику исследования и там от души покопаться. Да, это такой слайдик, как мы обычно ходим за агентствами и говорим о скиньте кейс. Да, еще немножечко, совсем чуть-чуть информации о нас. Вот такое наше УТП, да, уникальное предложение. Мы единственный ресурс, который делает репортажи с Каннского фестиваля рекламы. Если вы немножко понимаете, что это, это, в общем-то, такой рекламный Оскар, награда, с которого для рекламистов всего мира это высшее признание их мастерства. Вот, и, собственно, порядка восьми лет маркетинг-бай каждый год туда ездит и фигачит оттуда. На самом деле классные репортажи. Мы также издание-сооснователь фестиваля белорусской молной рекламы «Однак». Тоже не знаю, слышали ли вы об этом. Мой любимый фестиваль после Канн, потому что только там люди, которые делают белорусскомолную коммуникацию, могут себя показать и могут, мало того, получить за это награду и некое признание. К сожалению, в этом году «Однак» отменен по финансовым причинам. Это очень обидно. Очень надеемся, что он возродится в следующем году. Ну и, наконец, да, вот то самое исследование популярности белорусских блогеров. Надеюсь, что, может быть, в следующем году мы его тоже закажем, просто хотя бы, чтобы посмотреть динамику, кого люди воспринимали, читали в этом году и как это изменится в будущем. Так. Ну вот, собственно, мы переходим к проектам, за которые вы далее будете голосовать. Я прошу Пашу категория «Хайп вокруг бренда в соцсетях. Вольный или невольный» показать вам четыре проекта, за которые вы сразу же после того, как вы пройдетесь по этой категории, вы проголосуете в слайда. Поехали, Паш. Привет, я Паша. Мне досталась эта категория, но мы поделили помеж собой, чтобы не постоянно Аня говорила, а чтобы мы все поговорили. Мы поделили эти категории. Мне досталась эта категория тому, что большаясь материала про это все, написав я, добывается так. Паша, глядь, какая тема, треба терминово звонить и что-нибудь дознаваться. Есть кейс про ресторан «Грузинбай». Нам дослали на почту пиарщики, которые придумали этот кейс. Ну, кто не ведает, мне популярно рассказывать. Кто не ведает, давайте так, поднимите руку. Окей, есть пара человек. Коротей, есть такие науручие ресторан «Грузинбай». И Денис Блищ, это блогер. Кто ведает Дениса Блища? Ладно, кто не ведает Дениса Блища? Есть такие? Блогер. Это блогер, популярный блогер. И он сходил в этот ресторан, и ему там не сподобалось. Не сподобалось именно в виду то, что езжу подают в картонных коробках. Что, в принципе, нелогично, потому что ты берешь не на вынос, а берешь внутри есть. И он написал себе в блоге пост, там, где написал, что не камильфо так робить. Вось, ресторан вырешил на гэта адрэгаваць, и они придумали, ввели в меню специальная позицию, хинкали паблещанскі. Паблещанскі? Паблещанскі. Паблещанскі, да. Вось. Сенс гэтай позиции в меню был тым, что минавита гэта можно было замовить не в картонном боксе, а гэту позицию подавали на специальной талерке, там, где намаляваны фэйс блогера. Ну, там, видзен бородатый наш Денис. Да, стилизованы такі фэйс. Вось, гэта позиция трымалася в меню, по-моему, тыдзень, ті два. Ну, штось, это калятагога. Вось, ну, і любы чэлэк мог заказаць, а вот талерку минавита гэту мог забрать толькі адзін чэлэк, это Денис Бліщ. Вось, і якраз жонка Дениса, і она в соціальніх сетках адразу ж написала, я хачу эту талерку, как я можна забрать. Ну, не ведаю, чым скончил. Забрал тарелку? Не забрал, не ведаю? Не была на кухні у Дениса, чыслав. Не зразуміло. Калю будзіця на кухні у Дениса, можешце паглядзець ёс там эта талерка. Вось, ну, і нічакана, вось гэты кейс, ён оказался вельми популярны в фэйсбуке. У нас это просто запис, ён сабрал там некую шаленую колькась праглядаў. Хаця сдавалася, ну, как бы, ну, прикольны, конечно, решэня, но махчыма не такое там просто суперское, как будзі наступныя. Наступныя – это веселейшыя. Вось, запомніць адат кейс, вам трэба будзі за іго, калі што, галасаваць. Хто не слышал про ваду славныю? Хто не чу про ваду славную, і вось гэты фотосдымак. Падыміцца руку. Все слышали, ну, вот. Ну, з большого все, ну, коротка так апабліковалі этот фотосдымак в инстаграмі. Был такі креатывны инстаграм. Вось. У нас на гэту тэму було некалькі паблікацій. Першая – мы просто, как бы, констатіровалі факт, што ваду славныя ведзе такі инстаграм. Потім мы даталіфанаваліся з аснавальніку вады славныя, які сказав, што тут такога, тут вада на фото, как бы, ну... Каждый в меру свою распущенності. Што вы там думаеце, мы не ведаем? Тут чиста вада, все прыгожа. Чистая, да. Чистая вада. Потім, конєшна, пасля того, як фейсбуку це все стали обмерковуваць. Ані, конєшна, сказали, што це рябяты, які з агентства там все наблытали, ми не хотіли. Ну, короте, знайшли крайніх людей. Вось. Выбачилися перед карыстальніками. Ну, а садочік остался от вады. Наняли антикризісного піарщіка, каторый ця всю ситуацію разыруліваў. Вось. Але, так сама, кейс сатрымаўся таким вядомым, скажем так. Наступный кейс. Гэта прасавашкін продукт. Хто вядае гісторію прасавашкін продукт і іх рейтинг у фейсбуку? Ну, ладно, хто не ведает. Давайте, хто не ведает. Ёсь, каторый не ведает. Карцей с савашкіным продуктам істория, ўна такая довгая, і тягніцца яще з канца шыстнадцтага, пачатку сімнадцтага годы, калі яны выпадкова трымалі, апынуліся ў адказі Міністерства Антимонапольнага регулявання, ведомаму змагару за Беларушчыну Ігару Случаку. Вось. Міністерство написала, што мы не будзім ввадзіць абавязковую беларускую мову на упаковках, таму, што гэта павышае выдаткі прадприємствол. Як приклад, приводзіўся савашкін продукт. Вось. Тады всіх гэтую тэму обмерковывалі, савашкін продукт сказав, што мы такі ададзіны в Міністерства не давалі, мы не ведамы, адкуда навзялі. Але вось тэма беларускай мовы і савашкіна продукта, яна вот пачалася в пачатку сімнадцатого года. І де-то ближай до лето, і она стала більш такі активна, ну, в тому плані, що периодично люди писали в Фейсбук, типа, а вот савашкін продукт все ще не ввел там беларускую мову на упаковку, і народилась така ідея, а давайте савашкіному продукту в Фейсбуке ставить минусы. Ну, вот эти зорочки, рейтинг. Побайкотируем бренд. Да, будем понижать, ну, не просто мы не купляем в магазине, тому що не купляєш, ты как бы это, ну, не купляєш, а остатні купляють. А вот поставить одну зорочку і написати, що я не купляю вашу продукцію тому, що ви не ставите беларускую мову на упаковку, це вже якась громадянська позиція. На самом деле, дуже крутой прецедент этой обратної зв'язи через сутсети к бренду. І рейтинг реально понизився до 1,8, а може був і нижей. І в некий момент ми зайшли на сторонку Фейсбука і поглядели, що супрацовники савушкиного продукта, це отдел маркетинга, пишуть водовки савушкиному продукту, там ставять п'ятерочки і пишуть суперпродукці, сами купляєм, всем раєм, деці просто довольні. Вот, ми зробили пару скриншотів, ну, причім проверили, що, ну, ты гугліж чоловіка, і він там працює дзя-ні-будь в отделі маркетинга. І ми някалькі такіх скриншотів запостіли, і вот эта тема, як савушкин продукт сам себе повышає рейтингі в Фейсбуці, она трималася так само такой резонансно, і їх спочатку, ну, про гэта поговорили, а потім вернулися знову до беларускай мовы, що, вон, а вы ж не ставите беларускую мову, і знову ми почали ставить минусы в Фейсбуці. Так што мы так само трошки до гэтага маєм дачинення. Ну, і наступний кейс, я нават не буду ведаваць, пытаць ці ведаець в і гэтый кейс, я го введаюць, напевно, во всей країне, і нават пазамежамі гэтай країны, таму што ролік от Марк Фармеля с этими хлопцами, которые працююць на їх вытворчасті, і он разышоўся не толькі па російськім, а нават і пазамежным СМІ, там, в некалькіх країнах, коли нам скидывали уже інформацію, в некалькі країнах, там, і лента.ру, ну, такі буйныя порталы, це все перепостили. Недавно у нас було інтерв'ю с директором Марк Фармель, і ми так в неформальній, інтерв'ю було не про гэта, со Светланой Сіпаровой, і ми пытали, як бы все-таки там можна выделіць как-то эффект от вот этого всього і с феміністками, і с ролікам. Напевно, эффект нейкі был, але яху тяжка отделіць ад іншых факторів, тому што гісторія с феміністками там адбылась напереда дні Новаг года, калі все купляюць там нейкі подарункі. Після роліка там так само біля запуск нових колекцій, і сказати, що там з-за роліка почали купляць більш або менш, ну, тяжко сказати, тому што неможчим очістити від інших факторів. Але історія трималась, саправді, така гучна. Ну, я ще напомню, що феміністки пришли в торговий центр, якщо ви читали ці новини, коли туди були приглашені, собственно, рігата, які знімалися в роліки, то нескільки дівочек там стояли з плакатами, дескать, оскорбляєте жінчин, в общем-то. Ну, і феміністки оказались, наверное, не саме в выгодному положенні, то есть всем весело, а вони проти чого-то протестують і как-то не можуть донести, на самом деле, проти чого. То ли проти голых мужчин, то ли, ну, в общем, непонятно було. Но, тем не менее, на этом фоне і феміністки получили некий, ну, не то, чтобы пиар, наверное, это грубо сказано, просто о них узнали в країні більше, чем раньше, що вони є, і вони захищають там, свої інтереси. Многие думали, що феміністки куплены Марк Фармелем, і це, такі, спланованна акція. Що це пиар. А Лен, по-моєму, не. Нет. Судя по поведенню агентства Drive Media, вони старались як-то абстрагуватися от них. Вот. Да, можем теперь уже поголосовать с вашей помощью. Да, Лена? А сейчас мы с вами все дружно будем голосовать. Те, кто присутствует в зале і те, хто смотрит нас в інтернете, підключайтесь к слайду.ком, набирайте код івента 123, і у вас буде можливість вот що зробити. Вот наскільки ви вообще помните, що здесь происходило, наш замечательний Марк Формель ролик і фемінистки. Інстаграм-фото питьевой води славна, де просто чистая водичка. Блогер Денис Блиш против ресторана Грузин Бай і Савушкин Продукт против белорусской мови. У вас буде время для того, щоб спокійно проголосувати. І зараз ми зададим один із вопросів, які вже успіли к нам прийти в слайді. Ти думаєш, що це так перемежать? Может, пускай люди люди сосредоточатся, нет? Люди сосредоточатся, будуть голосувати. Хорошо. Потому що ми почнем з очень простого вопроса, який к нам прийшов. Він такий, маркетинг или маркетинг бай? Як удобно. Ещё вопрос. Як вживають отраслевые медиа в Беларусі? Считаєте ли ви маркетинг бай отраслевым? Єсть ли куда расти на этом рынке? Честно скажу вам, ребята, не очень я люблю слово «выживать», потому что оно как-то на депрессивный лад всегда очень настраивает. Я бы его не употребляла в отношении ни маркетинг бай, ни любого другого отраслевого издания, потому что если вы говорите о том, что вы выживаете, то, наверное, надо как-то сворачиваться и идти заниматься чем-то другим. Нет, маркетинг бай однозначно он не выживает, он себя абсолютно нормально чувствует. Да, это отраслевое издание, пока единственное в этой отрасли, и это печально, потому что мы бы хотели иметь хорошего, сильного конкурента, который бы тоже нам помогал, пинал бы нас в задочек, но пока его нет. Вдруг кто-то из присутствующих сподобится, заинтересуется темой и создаст ещё. Опять же, подчеркну насчёт выживания, всё нормально, не употребляйте это слово в отношении отраслевых изданий, это печально. Спасибо. Во время следующей паузы, во время следующего голосования у вас будет возможность задать вопрос, подняв руку, если у кого-то будет желание. В этом случае я прошу вас обязательно вставать, обязательно говорить в микрофон, потому что мы вещаем, и хотелось бы, чтобы люди, которые смотрят наш стрим, тоже понимали, что вы спрашиваете. Представляйтесь и задавайте свой вопрос. А сейчас мы, наверное, пока перейдём к следующему блоку, у вас ещё будет немножко времени, чтобы проголосовать, если вам вдруг нужно больше времени для того, чтобы решить. Ну, в общем, следующий блок. Пожалуйста. Следующий блок, да. Всем привет. Если Паша у нас отвечает за хайп, телефонные звонки и феминисток, то я больше пишу про культуру, не так популярно, но всё-таки важно. И поэтому я буду рассказывать про социальную рекламу года. К сожалению, социальной рекламы, хорошей социальной рекламы в Беларуси не так много, поэтому то, что более-менее хорошо и, в принципе, цепляет, всегда набирает много просмотров и обсуждается. Среди первого вот у нас ролик МЧС о работе спасателей. Да, мы вам покажем здесь три ролика и одну картиночку. Так что готовьтесь смотреть. Спасибо. 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 Ролик будет... Так, про это. Да, это ролик белорусского детского хосписа. Наши клевости, оно идет, когда нам надо идти, смеяться, когда весело. Плачет, когда грустно. Наше сознание, оно думает, любит, ненавидит. А если нет, если тело другое, оно не хочет идти, оно может починить боль в сознании, которое спит или не растет. Ум, ребенка, другое восприятие мира, тесная кожа, которую видишь, не мешает, там внутри живет человек. Возможно, это самое лучшее спасение. Там, внутри себя, там, под суд. Не бывает короблажения, не бывает жизни ни для чего. Я вам скажу, что копирайтинг в этом ролике реально на уровне европейских кейсов, чтобы вы понимали. То есть это реально очень круто написанный сценарий. Так, дальше тогда сразу покажем. А, ну вот, социальная реклама, которую, я думаю, в принципе, все видели в городе. Вот, потому что она на самом деле привлекает внимание и смотрится очень интересно. Это серия таких плакатов про то, что дети не ищут опасности, они просто играют. И вот такими прикольными рисунками это все иллюстрируется. Так. Ну и вот, последняя наша социальная реклама про енотов. Вот, и переработку отходов. Эта реклама получила продолжение в метро, потому что, возможно, мы видели большое количество плакатов, где сравнивают количество переработанного мусора с футбольным полем или же с количеством спасенных ежей. Вот, ну в любом случае смотрится прикольно. Так. Еще добавлю, что эта реклама получила в течение этого года огромное количество премий на самых разных рекламных фестивалях. И сделана она агентством номер один в рейтинге креативности «Аида Пионер». Да, это я следующий. Алена, можем голосовать? Можно включать голосовалку. Насколько, собственно, вас эти ролики зацепили? Они все очень разные по своему настроению. На самом деле очень-очень разные. Просто учитывайте чувства. И тем, кто к нам только что присоединился в трансляции, я рассказываю, что вы можете зайти на slida.com, набрать код мероприятия 123 и присоединиться к нашему голосованию. Пока люди голосуют, я хочу спросить, есть ли у кого-нибудь вопрос в зале? Поднимайте руку. В таком случае мы сейчас возьмем и прочитаем, что нам прислали люди в слайдах. Первый вопрос. Какие просмотры на своем ресурсе вы называете шалеными? Паша? Ну, как раз в этой новинке про Дениса Блеща там было больше за 22 тысячи проглядов. Это что показывает наш сайт. Ну да, для маркетинг-бай это вполне шаленая цифра. Ну так, чтобы просто были какие-то ориентиры, за сутки практически любой крупный материал на ресурсе набирает полторы тысячи просмотров. Полторы-две тысячи просмотров мы считаем нормальными для статьи. Если уже начинает подбираться 4, 5, 6, то для отраслевого ресурса, любого, даже не белорусского, это довольно высокий показатель. Да, и Грузинбай, там еще в Фейсбуке что-то мы достаточно редко продвигаем материалы в Фейсбуке. Этот просто органически набрал что-то 500 лайков, мы с квадратными глазами посмотрели такие, думаю, ничего себе. Там про Дениса Блеща и Грузинбай, что стекля 489 репостов в Фейсбуке было, ну само из посылки. И у новин про славную, ну у каждой из трех новин было 200 с нечем репостов в Фейсбуке. Ну это то, что вот сегодня Калий Шоу поглядел в свежую статистику. Ну вообще очень тяжело, по-моему, угадать, какой материал реально будет хайповым. Вот, потому что мы публикуем, и иногда тяжело сказать, что как разойдется. Ну это интересно. Спасибо. Кстати, у нас будет сегодня много вопросов, поэтому если вы хотите, чтобы какие-то вопросы точно прозвучали, вы можете ставить лайки самым понравившимся слайда, и тогда мы точно их зададим. Вот самый такой сейчас понравившийся людям от Павла Бурмака, если правильно произношу фамилию. По вашему опыту из кейсов, с которыми вы сталкивались, использование в рекламе белорусской мовы – это лайфхак или просто инструмент для отдельного сегмента аудитории? Еще раз. Использование белорусской мовы – это лайфхак или просто инструмент для отдельного сегмента аудитории? Поясни вопрос. А что значит лайфхак? Сейчас мы вам дадим микрофон, и вы поясните. Спасибо. Вопрос заключался в том, что в последнее время, когда наблюдаю рекламу на белорусском языке, я замечаю, что лично конкретно меня она цепляет больше, нежели какая-то другая реклама. В соответствии с этим возникает такое ощущение, что раз она меня зацепила сильнее, чем если бы она была на русском, то это некое веяние моды, тенденции или так или иначе что-то такое. Соответственно, грамотные рекламщики, маркетологи эту штуку должны понимать. И, собственно, поэтому и такой вопрос, что поскольку у вас была большая база различных кейсов, интересно просто, все-таки белорусский язык направлен просто на какую-то определенную аудиторию, которую именно белорусский язык и должен зацепить, а русский не зацепил бы. Или же это все-таки такой вот хитрый способ увеличить охват, привлечь больше внимания, вовлеченность увеличить? Я поняла. Спасибо за пояснение. Ты знаешь, я когда начинала работать в компании Samsung, аж в 2012 году, Samsung был одной из первых компаний, которая запустила рекламу на белорусском языке. Это до сих пор такое прикольное явление, очень многие упоминают об этом, потому что это была первая, по сути, международная компания, которая перешла на белорусскую мову. И тогда это был реально маркетинговый инструмент, чтобы выделиться, потому что было очень мало рекламы на мове, и вот реально до сих пор все это помнят, что Samsung когда-то был первым. Тренд этот очень сильно развился в последнее время. И если еще пару лет назад бренды могли сорвать на этом какой-то доп. пиар, то сегодня это становится уже вполне нормальным, и это классно, потому что мы к этому наконец пришли. Что касается того, что все равно этого, возможно, недостаточно, то вернемся к тому, что я говорила в самом начале, к исследованиям. Любой бизнес, мало-мальски себя уважающий, прежде чем что-то запустить, он пытается измерить настроение в обществе, отношение к белорусскому мове на упаковке, в рекламе. К сожалению, до сих пор показывают исследования, что довольно небольшая часть населения, реально небольшая, относится к этому лояльно, и это как-то влияет на ее выбор. Основная масса людей, им на самом деле, вы понимаете, как бы, ну, в общем-то, все равно. То есть нам еще в этом смысле расти. Это очень глубокий вопрос вообще национального самосознания. Однако эту тему тоже немножко раскачал фестиваль рекламы. Но думаю, что еще расти нам в этом сегменте. Вот здесь расти. А маркетологи, да, они это будут использовать. Я надеюсь, все живее. Можно один приклад додам? Да, у меня вот белорусскомовная редакция, два человека. Я в протяг темы. Есть приклад меню buy, это сервис доставки, який пришел на белорусский рынок не так давно, и когда они пришли на рынок, то у них было такое логичное питание, что треба там робить сайт по-белорусскому в Беларуси. Ну, им сказали, что это не популярно, можете не робить, но они вырешили, что как бы, ну, раз пришли в Беларусь, треба это зарабить, и почали выкарыстовать белорусскую мову. И для их это оказалось вельми выгодно, тому, что вот за того, что пришел замежный сервис, и он одразу зарабил это по-белорусскому, про их стали писать СМИ, что вот прикольно, и они на этом вельми, ну, как бы, то, что хайпанули, да, но некая такая першая ведомость у людей была. Ну, вот, так отрымалась, они не специально это хотели, но у них так отрымалась, вот. А с другого боку, есть кейс Савушкиного продукта, там, конечно, тяжко померить, там, стали меньше куплять, не стали меньше куплять, там, много это немного, да, але певный негатив до бренда есть. Вот, как его померить, треба проводить доследование. Очень классно видеть результаты. Друзья, всем добрый вечер. По поводу белорусского языка, что я хотел бы сказать. Добрый вечер. Паша, спасибо за вопрос, прекрасный вопрос, который, ну. Представьтесь, пожалуйста. Сергей Кузьменко, директор компании Weapon Market. По поводу белорусского языка, я только что, ну, занятий, очень часто курсанты задают вопросы, как избавиться от троллинга белорусского умовных, на бизнес-страницах. Не буду называть бренды, но у нас учились многие, ну, реально многие. Я советую, ну, сейчас, ну, так дайте сказать, если защититься, то можно просто банально отключать комментирование на страницах и убирать отзывы. Это как защититься. А что делать с белорусским языком? Ну, к примеру, вот у меня дедушка, директор белорусской умовной школы, и многие коллеги это знают. Я этим часто как флагом размахиваю. При этом защищая и русских, и русский язык. Надо просто на нем разговаривать. И если вот Анна показывала, вот все должно идти отсюда, то все должно идти также от инструментов. То есть берем Facebook, включаем функцию на бизнес-страницах у брендах, учим их включать функцию многоязычности, создаем посты на русском, на белорусском, и таргетируем эти посты на русскоязычных и белорусском умовных. И русские видят на русском, русскоязычные, а белорусском умовные на белорусском. И мы тогда будем отходить от, а давайте вот потроллим этот бренд и затроллим его на тему там, отшагово не разговаривайте на белорусской мове. А потом будем вот, ну в итогах года, это вот, ну народ удивляется. То что вы себе в пример это ставите, как бы, да? Ну да, много лет это ставится в пример. Давайте вот на этой теме хайпанем. Но белорусская мова – это не та тема, на которой нужно хайпиться. Нужно просто детям читать сказки на мове, как мне папа читал, вот короткие вещи, да, приучая к языку, хотя мы, ну, переехали в город, и в 80-х не было популярным на мове не размолять. Просто надо детям читать сказки, а пользователям в digital предоставлять возможность видеть белорусский язык каждый день, разговаривать на нем и просто его вставлять, как бы, в медиа. И делать это не, как бы, вишенкой на торте, а одним из коржей этого торта. Вот и, собственно говоря, и все. Я остаюсь согласна, Сергей, да. Это просто основа. Да, да, да. То есть, потому что года идут, и кейсы типа, вот как мы встроили ловко белорусский язык туда или сюда, там словцо какое-то. Это продолжается. Но просто надо людей обучать, что это несложно разговаривать на белорусском, это несложно общаться с белорусскому на белорусском, потому что очень часто парадоксальная ситуация, когда бренд и хотел бы это делать, но он не знает, как это сделать технологически. Поэтому нужно начинать, как бы, не с хайповых, как бы, тем, да, не со скандалов, потому что часто скандалы решения никаких не предлагают, правда? То есть вот написали, вот, да, там все напали, там заминусовали страницу и так далее. Можно было просто директору и диджитал-специалистам, которые работают, объяснить про мультиязычность, объяснить про то, что, ребята, это делается довольно просто, в отличие от упаковки, в отличие от наружки, правда? То есть в диджитал все совсем по-другому. Поэтому я за меньше хайпа, больше внедрижа. Спасибо большое. Да, диджитал-грамотность, да. Ты уже почитала, да? Спасибо. Спасибо большое. И вы пока можете продолжать голосовать, мы переходим к следующему блоку. Да, ну, а следующий блок, ну, собственно, дизайн, посвященный Минску. Ну, такой городской дизайн, можно сказать. В этом году, как ни странно, мне кажется, достаточно много использовалась тема Минска в брендинге. Вот. Мы выделили несколько наиболее удачных примеров, вот, среди которых стаканчик от Макдональдса, который разрисовал белорусский художник-граффитист. Я не знаю, видели вы его или нет. Да, Митя Песляк. Известный человек в узких кругах, да, и, в общем-то, классный стаканчик. Да, хорошенький. Так, дальше у нас идет упаковка пива. Крыница от Дениса, так, Серебрякова. Вот, Легенды Минска. Белорусский язык тоже, в принципе, на упаковке. Крыница часто, по-моему, использует его сейчас. Ну, да, тут, наверное, пару слов надо сказать, что это за, в общем-то, упаковка такая. Это серия, и на каждой банке своя история. Если вы видите и нормально прочитаете, первое, это «Провид мясцовой ратуши», «Таямница лошадской сядибы» и «Каменная мланы Минска». То есть ребята проводили исследования и искали какие-то нестандартные легенды нашей столицы, чтобы отразить их в каких-то интересных визуалах. А вот Денис Серебряков, который это все рисовал, ну, это, наверное, дизайнер топ-3 в Минске. Он реально крутой пацан. Ну, то есть бренд серьезно подошел к исследованию и отражению его в упаковке. Так, дальше что там у нас? Так, серия этикеток литского пива в честь юбилея Минска. Так, кто у нас занимался дизайном, Аня, ты помнишь? Честно, сейчас не скажу, но вы можете обратить внимание, что тут три бутылки посвящены трем датам. Да, это дата основания Минска. 1499-й, напомните мне, что это было. Магдабургское право, да, здесь, собственно, ключ от города и печать. Ну, и 1918-й, понятно. По-моему, очень неплохо они получили доп. пиар, я вам скажу, за вот эту среднюю бутылку, 1918-й, да, за... За карту. Бело-червоно-белое изображение. Ну, и карта, в принципе. Ну, то есть аудитория определенная на это очень отлично отреагировала. Так, кейс луча. Мне вообще нравится то, что в последнее время делает луч не только в часах. Ну, здесь пример лимитированной серии часов. Их, но и, в принципе, касательно организации пространства, я думаю, многие были в их новой кофейне. Вот, по-моему, это очень здорово. Они изменяются, они поменяли дизайн, разработали бренд-бук, про который мы в скором времени расскажем. Поэтому ребята на самом деле молодцы. Так, назад. Вот, собственно, и все. Четыре этих. Так, а, хотела еще раз просто промотать, чтобы посмотрели. Да, я еще раз покажу. То есть часы. Сейчас. Оль, там уже вывели слайды. Вот сейчас можно пощелкать еще раз. Так, часы луч, лидское пиво, упаковка пива краница и стаканчик Макдональдс. Но, опять же, ваши критерии больше как потребителя. То есть, чтобы вы реально сняли с полки, чтобы зацепило ваш взгляд. Очень интересно, как люди проголосуют. Да, но я тоже. На самом деле, данные удивительные. А пока вы голосуете, я напоминаю всем тем, кто к нам только подключился, кто смотрит наш стрим в интернете. Заходите на слайда.ком, набирайте код ивента 1, 2, 3 и голосуйте вместе с нами. А пока что мы зададим вопросы, которые нам пришли в слайда. И мы, конечно же, все вопросы не зададим, поэтому голосуйте за самые понравившиеся вопросы, чтобы мы их точно задали. И сейчас 7 лайков набрал вопрос, какой основной источник заработка для отраслевого портала. Довольны ли вы финансовыми результатами за 2017 год? Да, хитрый вопрос. Я могу ответить на него только так, что Marketing Buy — это компания, это издание, которое не финансируется никакими грантами. Это не НГО, это бизнес. Но бизнес, спонсируемый другой компанией. По каким причинам она его спонсирует, это мы опустим. Финансовыми результатами года да, мы довольны. Я бы сказала так, что мы понимаем чуть больше на основании этого года, на что делать ставку в следующем году. И запустим, скорее всего, опцию видео, которую будем предлагать своим клиентам. И еще в этом году мы… Ну, я не знаю, как нам это удалось, но мы внедрили нативные проекты в своем издании. Казалось бы, отраслевые издания такого рода, как наши, они на нативке вообще как-то странно, как на этом можно заработать и как это можно интегрировать и внедрить. Но у нас это получилось. Один из таких успешных примеров, который дал нам приличный такой доход, это, например, проект с брендом «Паркер». Когда мы… Вот Паша проектом этим занимался. Когда мы брали интервью на тему генерации идей у известных людей Минска, при этом привозили им продукт, то есть ручку «Паркер», они этой ручкой писали некое свое жизненное кредо, потом мы отвозили это настоящим графологам, они анализировали почерк этих людей и выдавали как бы свое заключение. Вот такую нативку нам удалось внедрить, она сопрягается с контентом сайта. Нативку делать на отраслевом издании тяжело, но мы эту тему освоили. Думаю, в следующем году мы на этом еще больше заработаем, чем в этом. Ну вот как-то так я могу ответить. Ну так с большим разоезжу порцуем, там то пиво привезут, то еще что-нибудь. Так вот и тримаемся. Ну да, нас как-то очень любят на самом деле бренды и постоянно возят нам. Мало того, что пиво, ну и прочие другие вкусные штуки. Подножный корм. Если хотите задать вопрос, если кто-нибудь из присутствующих здесь хочет задать вопрос, поднимайте руки заранее, мы вас видим. Сергей, ты так машешь, что сложно не заметить. Нет, спасибо, я только что оттуда. Вопрос, который задаю всем и от многих уже, ну как бы многие клиенты и сам имеют доступ в кабинет рекламодателя ВКонтакте, Фейсбук. Готово ли отраслевое региональное издание работать по схеме placement плюс или placement плюс плюс? То есть, когда материал не только заходит на портал, но и рекламодателю дается доступ в рекламный кабинет, чтобы накладывать свой рекламный бюджет на охват в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, в Линкдин. Ты имеешь в виду такой перформанс-подход? Скажем, да, ну то есть вы же, сейчас уже многие СМИ, кто-то мне недавно вот в группе со мной журналистика писал, что теперь все будет по-другому. С 2018 года мы гарантируем X показов просмотров материала на портале через собственную внутреннюю баннерку, да, то есть, ну это модель спецпроектов. Но часто у нишевых и отраслевых СМИ просто нету столько, ну, внутреннего ресурса, чтобы перевести с одних страниц на другие, так это один проект. А если таких идут в потоке 2, 3, 4, то просто, ну, размазывается все. И прямо скажем, уже задаются совершенно неприличные вопросы там, где взять белорусского трафика наружного там, ну, понимаем мы все там, о чем речь идет. Так вот, выход понятен, то есть есть некое озеро, да, ВВВ, из озера торчат какие-то другие структуры там, ВК, ОК, ФБ с гигантским количеством пользователей и с 400 настройками на таргетированной рекламы. И я уже много лет пробиваю, и вот в пресс-клубе мы по этой же схеме работали, я ребятам рассказывал, что берете деньги клиента, там x процентов кладете себе на развитие проекта, да, на свои нужды, а какой-то процент обязательно нужно предлагать со стороны редакции, то есть это не клиент, их много, а образованных людей мало. То есть вы должны предлагать им часть бюджета тратить на продвижение их контента в Фейсбуке, ВКонтакте, там, в Линктыне, в Инстаграме. При этом же охваты, они же пойдут на развитие самого нишевого отраслевого СМИ. Сергей, ну мы уже так делаем. Мне кажется, не только мы, вот передо мной сидит Ситидок, улыбаясь, пожимая плечиками, что да, вообще все это уже внедрено. Ситидок может вполне улыбаться, потому что это, ну, то есть они одни из пионеров. Куку и Ситидок, они внедрили эту систему уже несколько лет назад. Но вопрос этот, как бы, задавая вам, я хочу, чтобы просто его услышали все остальные, что такая возможность есть. Ее не всегда и не все знают со стороны заказчика и не всегда предлагают со стороны СМИ. Ты очень правильно сейчас сказал, не все знают со стороны заказчика. Если бы наши маркетологи чуть больше соображали в перформансе, мы бы двигались быстрее в сторону вот этих всех решений. Мне, к примеру, доносят Сороки на хвосте такое, что, ну, мы вот по этой модели приходили, мы предлагали, нам сказали, ну, главный, то есть у нас же как, да, из-за того, что тема пока новая соцсетями, ну, 10 лет прошло, но она все еще новая, поэтому часто находится на контроле у главного. И чтобы главный дал кому-то доступ. А главный это кто? Ну, там кто-то совсем как бы вот тот, кто всем управляет, как бы, да, то есть это вот, он администратор, все остальные редакторы там и дать ничего не могут без согласования. И часто говорят, что мы предлагаем, и даже денег много предлагаем, ну, по белорусским меркам, 150-200 долларов. Не, ну вы таких людей отразу до нас отправляете, мы готовы. Так нет, я отправляю. Люди не дадут, коллеги не дадут соврать, мы отправляем. Вот, но пока в систему это не вошло. Поэтому есть предложение проводить какие-то, ну, мероприятия, где внедрять в медиакиты всех отраслевых, как бы, нишевых СМИ именно вот такую модель, то есть перформанс. А это хороший совет, да, внедрять в медиакиты. Здорово, я рад, что пригодилось. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. У нас следующий вопрос. Каких специалистов вы бы хотели увидеть в команде портала? Ну, это очень банально, знаете, дизайнеры, ну, конечно, да, они всегда всем нужны. То есть это даже для меня такой ответ в стиле кэп, я его как бы сразу пропускаю. Вот. Я могу вам сказать, что сейчас в редакциях будет очень востребована должность креативщика. Вот буквально вчера мы общались с Александром Дзеведовичем на Тутбайе, да, и он говорил о том, что не хватает в редакциях крупных людей, которые бы придумывали идеи. Вот то, чего не хватает. Как раз, говорят, не платят? Старайтесь стоить. За них не платят. Не платят, это хорошо. Ну, можно сидеть на проценте от нативных и спецпроектов, в принципе, неплохо себя чувствовать, как делают креативщики в рекламных агентствах, да, получают там, не знаю, тысячу долларов за разработку креативной концепции. Ну, в медиа можно получать, конечно, меньше, но тоже получать. И поверьте, что в следующем году это будет тренд, когда крупные проекты будут приглашать к себе креативщика. Она аутсорс, скорее всего, но просто брендом уже, ну, мы заездили за этот год все идеи нативных проектов, а нужно зарабатывать деньги дальше, поэтому вот люди с идеями, как совместить бренд и редакцию, чтобы они, простите, не посрались, да, по итогу, недовольные контентом, вот это будет то, что важно. На маркетинг-бай пока сейчас это не совсем нужно, потому что, ну, я, и Паша, и Оля, мы люди, которые работают как бы сразу с двух сторон, да, то есть я работала в корпорации крупной, я знаю, что такое бренд, как его интегрировать в контент, там, Паша тоже параллельно там работает пиарщиком, Оля, вообще свой бренд сейчас одежды, и вот мы все как бы варимся сразу в двух, как бы, этих процессах, и мы понимаем, как эти идеи сделать. Нет, ну, есть один человек, я кого нам не хватает, нам все пишут в комментах, что этого человека нам не хватает. Корректор, может быть, да? Корректор, корректор. А можно вот вопрос, вы говорили про креативщиков, на ваш взгляд, кто является, может быть, несколько имен таким заметным креативщиком или несколько имен на рынке Беларуси? Может быть, кто... Креативщиком в креативных агентствах или креативщиком в медиа? В медиа, скорее. Может быть, вот, не знаю, аутсорс опять-таки, специалисты. Ну, если говорить о медиа, то, например, на том же Ку-Ку очень неплохо генерируют идеи Саши Романова, да, исходя из своего журналистского прошлого. Ку-Ку у нас есть сегодня. Да, вот у них хорошие действия спецпроектов. У Ситидога, безусловно, хорошие действия спецпроектов. Я не знаю, кто вас генерирует там, Макс? Я продаю. Вот Макс продает, а кто генерирует? Редакторы. То есть, наверное, Сергей и Яся, да, генерируют. А вот, Микола. Ну вот, то есть у них есть креативщики сильные. Из белорусских креативщиков в рекламных агентствах вам эти имена просто вряд ли что-то скажут. Но из тех людей, которые действительно крутые, это, безусловно, Павел Дзюдков, это Вера. Это мой однокрупник. Паша Дзюдков, человек, придумавший бонстиков, чтобы вы понимали. Если увидите, можете его попинать еще за это все. Обязательно. У нас сегодня опубликованный рейтинг креативности по версии АКМА. Вось можете открывать агентства и глядять, кто у них працует креативщиком. Вот вам... Ну вот, кстати, два кейса, которые вы упомянули, которые участвуют в рейтинге. Я заметила, что в двух из них Юлия Лешкевич была автором креативной концепции. Да, собственно, и реклама детского хосписа, я тоже там принимала участие, я переводила концепцию на английский язык, поэтому мне сегодня... О, круто! Мне сегодня вдвойне как бы лишний раз мурашки пробежали, очень приятно. Да, вот это реклама с мурашками. Да, и я вот Юле передала, что мы ее обсуждаем, она просто говорит, мне безумно приятно, и спасибо большое за то, что упомянули лишний раз. Ну, Юля, она человек такой нестандартный на нашем рынке и выдает нестандартные идеи абсолютно. И вот потом вот смотришь и думаешь, откуда эти мурашки вот где-то из ее головы. Они прибежали к нам и нас покорили, правда. Спасибо. А сейчас, я думаю, мы продолжим. Ну, мы, собственно, уже опросили вас по трем категориям. Четвертую – рекламный трэш, который обычно собирает Паша каждый месяц. Мы просто можем показать пару примеров, которые у нас тоже зацепили. Вы можете просто поржете. Не, ну, слухайте, трэш – это мы так внутри называем. На сайте мы пишем чудо-креативы. Ну, как бы никого не покрывдзеть. Олег, это реально моя любимая рубрика. А пошлий день месяца мы обовязково публикуем сборку чудо-креативов, яке нам дослали читачи удячные або неудячные. Або мы сами здесь, естественно, и шли, убачили, в социальных сетках нарыли. И вас так само вельми просим, коли вы бачите что-нибудь нестандартное, что-нибудь такое трэшовое, обовязково пишите на инфа собачка маркетинг. Мы за довольнением в подборку поставим. Покажи уже. Я выбрал некольких вариантов, самых на мой густ таких выбитных, таких высоких, какие варто поглядеть, не пропустить. Мы за них голосовать будем тенять? Это просто так. Я так понимаю, что нам не смогли включить в голосовалку, поэтому, к сожалению, нет. Бонус таки от редакции Маркетинг Бай. Ну, хрен АБЦ, да. Перший от АБЦ кампании. Яна любить, в принципе, такие провокацийные розные штуки. Там в 2011 годе у них была реклама, видеореклама такая про их хрен. И кью рекламу потом, по-моему, Мин Гандаль заборонил для трансляции на ТВ. У концы 2016 года у них, они выпустили жаночий календарь. Там, где была намалевана такая жаночая дупа с хреном. И было написано, что там, ну, что-то про хрен. Что-то могло быть написано. Конечно, в соцсетках там все обмерковывали, як такое можно, сексизм. Другие кажут, ну, что тут такого, все ж добра. Яны вырешили працягнуть это обмеркование и выпустили новый календарь уже для девчинок. Ну, с надписом «Хрен сдзівить любую госпадыню». Наступный приклад – это адразу сумещенный такий кейс от Камаровки и от Виталюра. Яны особна один одного спочатку в Камаровский рынок, а потом Виталюр дазволили наведвальникам, фотографовать. Ну, это, видать, такой жест с барского плеча. Вось, коли вы не ведаете, то можете спытаць у любого мотольки, и он вам скажет, что в любых объектах гандлю фотографовать можно по законодавству в Беларуси. И коли до вас будут падыходыць аховники, то максимум, что они могут это вас побить. Но по законодавству это будет все как бы нормально, правда на вашем боку. Вы можете смело исти в бой. Але гэта гандлёвый объекты вырошили зарабить гэта все прыгожа и официйно дазволили у себе фотографовать, причем Виталюр объявил фотоконкурс и разыгрывал сёмый айфон с фотосдымками, которые зроблены в магазине Виталюр. Вось, комусь айфон навыд достался. Наступный чудо-креатив гэта от сливки бай, от ресурса. У их на першого красавяка з'явился такая акцент, такий лот, который они пропонуют. Это контактный херопарк. Чего-то не хватает беларусам, да, ощущаете? Ну и для тых, кто дрэн набачит, я зачитаю. В херопарке проживают мужчины, которые представляют разные широты и континенты. Все мужчины охотно идут на общение с женщинами. Они позволяют себя гладить и играть с ними. Всех мужчин можно покормить. Стаканчики с едой продаются на кассе. В них кладут лакомства, которые придут совсем по душе. Лодка штава у 4 белорусских рубля. Вось, нажалины, все были распродадены. И до речи эта сторонка на сайте до сегодня висит. Вы можете зайти, почитать. На фотке, по-моему, сборная Италии по футболе. Колей не помыляюся. Наступный чудо-креатив. Это суши-сет за Эбизь от Суши Хаус. Позиция так само доступна и зараз для заказа. Это, наверное, я так полагаю, что перебиваю такой плагиатик с бургеркинговского заострись, придуманного в России. Решили? Ну, конечно, они там у себя это все писали, что это переклад с японской мовы. Там какая-то креветка ци, что там, вось. Але вось такий сэт у их есть. Ну, и это приклад из Гродницкого фитнес-центра. Региональный дизайн. Вось. Не то, что дизайн, это такие суровые ребята. Они такие вот прямо вот бьют в кропку. И так, ну, перша – это такая жаншина такая добрая, которая, ну, не что есть. Ну, и надпись «По-прежнему занимаешься фитнесом дома». Ну, и другий приклад – это вопротка, ну, в выгляде такого накачанного тела. Вось. Одежда из Европы, ну, фитнес-центр Европы. Все, у нас такие вот трешовые темы скончились. Ну, в месяц у нас набирается штук, напевно, 10 розных таких вот чудо-креативов. Вось. Тому еще раз скажу, что не проходите мимо, скидывайте нам. Мы ведем такие архивы. Это рубрика из СНУЕ уже, недя, по-моему, год с половой. Неизменно пользуюсь популярностью. И креница, так сказать, не истекает. И они постоянно изъявляются в нашей рече истинности. Так, ну, это последний наш слайд. Если вы вдруг заинтересовались вообще темой рекламы и маркетинга, то я тут буквально парочку книг написала, что почитать. Вот первые три Мартина Линстрома, Байологи в нас мозга и Бегдебера. Почитайте – веселые. А вот эти вот две алгеброрекламы и герзер в голове, они такие уже чуть более академичные и более насыщенные профессиональной информацией. Читайте. Это полезно даже для того, чтобы понимать, когда маркетологи и где вами манипулируют, на что они вас ловят. Если же самим что-то нужно придумать интересное, за что-то словить потребителя, потому что все мы вокруг тоже что-то продаем, в том числе и себя где-то. Здесь можно поднабраться каких-то полезных знаний. Спасибо большое. И пока люди сидят с блокнотиками и переписывают, что же им почитать, я хочу рассказать о том, какие у нас замечательные мероприятия будут в ближайшее время. Еще декабрь не закончился, и у нас целая куча всего. Например, уже в этот четверг, 14 декабря в 18.00 у нас в пресс-клубе исследовательский центр ИСТ будет презентовать интересный доклад об информационной безопасности. Они проанализировали медийный ландшафт и пришли к очень интересным выводам. Если вам хочется узнать, что же они такое выяснили, то приходите. Кроме этого, 16 и 17 числа у нас будет целая серия мероприятий от Makeout под кодовым названием «Не вижу, не слышу, не говорю». Если вас интересуют темы гендерной чувствительности, языка вражды, стереотипов, то это как раз для вас. Приходите, будет действительно интересно. Ну и самое праздничное, что вас ожидает, это 22 декабря. Мы приглашаем вас на супер-вечеринку в пресс-клубе, где мы собираемся презентовать медийные тренды 2017 года. У нас будет лотерея, розыгрыш призов, также у нас будет вкусная еда и будет чрезвычайно весело. Мы вас ждем. Обязательно регистрируйтесь и ждите, что вам придет персональное приглашение. Вот. Ну, я думаю, что люди уже успели переписать все, что они хотели переписать. Поэтому я предлагаю сейчас посмотреть, какие же у нас результаты. Что же мы с вами наголосовали? Вот на первый вопрос по поводу… С большим отрывом лидера Марк Формель. Да, Марк Формель впереди планеты всей. Вот. Ну, что вы можете сказать? Вы ожидали, что так и будет? Я думала, что славная победит, честно скажу. Я так само думала, что Марк Формель уже всем надо кучу. А вот славная, то есть свежий некий кейс. Ну, вы нас удивили, окей, отлично. Ну, вот в душу запало. Да. Так, дальше. Социальная реклама. Все тут интересно. Да. И что вы нам предлагаете? Где самые-самые все-таки? Ну, кто-нибудь еще натисните кто-нибудь один. Ну, вот ролик МЧС и ролик для Белорусского детского хосписа. Ну, такие результаты, что поделаешь, людям понравилось. Да. Да. И, наконец, дизайн к 950-летию Минска. Это побеждают с большим отрывом стаканчики Макдональдс и рисунок Митти Песляка. Иван Караевич, пиарщик Макдональдса, будет вам всему очень признателен. Слушайте, у меня такое чувание, что все жмякали просто за первый вариант. Кто-нибудь читал? Потому что все первый вариант. Макдональдс, подожди, был первый вариант? Перший. Последний. Он был последний. А, он просто вылазит наверх. Да. Мы перемешали. Ну что, спасибо большое, что голосовали. Мы останавливаем голосование и переходим к вашим вопросам. Еще вопросы? Да, нам еще пришли вопросы, представляете? Но их слишком много, мы все не зададим, поэтому я вас призываю в ближайшие 15 минут ставить лайки тем вопросам, которые вам понравились, чтобы мы их успели задать, а все остальные останутся в истории. Итак, значит, что больше всего людей интересовало? Как вы оцениваете современных маркетологов? Есть ли претензии к подаче материалов от брендов, чему специалистам рынка надо еще получиться? Ой, это очень широкий вопрос, ребята, если честно. Я постараюсь просто коротко ответить современным маркетологам белорусским. Надо еще очень много учиться. У них зачастую то, что бросается в глаза, наверное, и вам, когда вы с ними работаете, это критерий нравится-не нравится. Они, к сожалению, очень много делают вот по этому критерию, абсолютно субъективному. Опять же, возвращаясь к этой наболевшей теме исследований, вроде и исследования заказывают, вроде бы и смотрят в них, но потом приходишь и говорят, а мне не нравится. И дизайнеры, если вот среди вас кто-то занимаетесь дизайном прекрасно, тоже это знают. Толком не смогут сформулировать критерии оценки проектов, задачи, и вот все зиждется на каких-то субъективных впечатлениях, вплоть до фокус-группы с секретаршей, там, генерального директора. Ну, это абсолютно анекдотичный вариант в нашей стране, когда крутое, там, креативное агентство может принести ролик, генеральный посмотрит, отнесет свои Татьяне, она, значит, на ресепшн, посмотрит, тоже скажет, ой, тут желтенький, недостаточно желтый. Ну и все. Да, ну, то есть вот от этой субъективности нужно избавляться. В то же время очень классные специалисты у нас тоже есть, на самом деле. То есть я не могу сказать, что там как-то супернизкий уровень. Встречаются очень-очень крутые люди, но их пока немного. Спасибо большое. И еще одно объявление. У нас, вы знаете, есть такая программа Себровство, и у вас еще есть последняя возможность прыгнуть в последний поезд и подать заявку сегодня на участие в программе Себровство. И 22 числа на вечеринке пресс-клуба, посвященную трендам 2017 года, все те, кого примут, смогут получить свои карточки и будут поздравлены, и накормлены, и счастливы. И следующий вопрос, который у нас есть. Какие, на ваш взгляд, самые значимые социальные проекты этого года? Социальные проекты. Очень широкий вопрос. Опять же. Что под ним подразумевалось? Что под ним подразумевалось? Нема автора. Давайте понимать как угодно. Ну, на этот вопрос вам могут ответить, ну, я не знаю, наверное, только сами бренды об эффективности. К сожалению, у нас никто не дает такой информации. Ну, просто тогда давайте из того, что помним мы. Мне понравились очень многие проекты Велкома. Например, тот же проект Мова-бокс с белорусскими литераторами. Он очень такой, как бы, узконишевый, но очень важный, потому что мало кто вообще белорусскую литературу поддерживает и обращает на нее внимание. Культурный проект Белгазпромбанка всегда громкий. Это поддержка молодых белорусских художников. Что вы вспомните, ребята? Из социалки в этом году. Мы все друг на друга посмотрели, такие, че? Ну, Макдональдсовские всегда проекты тоже хороши. Поддержка детской благотворительности. У Велкома, Велком-бегом, когда перечисляются набеганные километры тоже на благотворительность, тоже очень хороший, громкий проект. Ну, вот то, что просто навскидку. Спасибо. И я, воспользовавшись паузой, опять прорекламируясь оборудоваться, а также закройте уши те, кто в интернете. Все, кто здесь, может подать заявку, просто заполнив анкету на бумажке. И следующий наш вопрос. Какая часть контента написана вашими авторами, а какая user-generated content? Вот смотрите, кейсы у нас генерируются агентствами, да, и заказчиками. Это немалая часть, но над ней мы все равно тоже работаем, потому что с ними же нужно коммуницировать, рассказать им, как это построить, как написать. Поэтому 50-50 здесь работа. Таких вот четко авторских материалов, ну, наверное, у нас процентов 50 точно. Да, где-то 50-50. Там великие малюнки у нас на сайте. Это значит, что здесь такое эксклюзивное. Поэтому великие малюнки делятся на два. Это кейсы и написанные нами материалы. То есть можно, можете подлечить. Это отраслевой ресурс, вы же понимаете. И журналистам здесь быть экспертами, ну, мы экспертами быть не можем. Мы можем только спросить экспертов. И зачастую, кстати, вы, журналисты, делаете большую ошибку, когда к нам обращаетесь и говорите, Анна, вот дайте нам оценку в маркетинге. Я не маркетолог. Я журналист, я не могу давать никаких оценок в маркетинге. Мы за этим сходим к маркетологам, там возьмем у них, и потом вам принесем. Поэтому, ну, вот 50-50, да. Нативные проекты успешными, кроме Паркера. Да, давайте я прочитаю тем, кто нас слушает в интернете. Какие еще нативные проекты считаете успешными, кроме Паркера? Упомяну еще два хороших проекта. Один очень классный проект был для бренда Lenovo в этом году. Четыре дизайнера рисовали на их тачевом ноутбуке стикерпак, выражая свою дизайнерскую боль. То есть это была такая интересная интеграция бренда, когда люди им пользовались, на нем рисовали, получали пользовательский опыт, причем этот бук в то же время предназначен этим самим дизайнером. Плюс они давали визуальный контент интересный и описывали свое ощущение от работы. И этот нативный проект, ну, он действительно был очень такой востребованный, читаемый, очень классный. И еще один алкогольного бренда, Jack Daniels, который поддерживал в этом году выставку ретро-мотоциклов. Они нас попросили сделать подборку мнений креативщиков, у которых есть мотоциклы. Причем мотоциклы, которые прошли через какую-то кастомизацию. Оказывается, среди наших рекламистов огромное количество людей, которые катаются на моциках. И когда они нам показали фотки своих кастомизированных мотоциклов, блин, это было реально круто. Да, тюнингованных. Все почитали этот материал, посмотрели, что креативщики креативные еще и в своих мотоциклах. И вот этот материал тоже очень классно зашел аудитории. У нас основная проблема, как бы, вызвать доверие аудитории. И головное, что, ну, случайно, взвертаешься до каких-нибудь экспертов, выбить какое-нибудь меркование, но долго ты будешь его чекать, по культове дошлюсь. Про мотоциклы рассказали, хутенько, одразу много, фоток наскидывали, такие довольные были, что вот про что-то душевное с ними поговорили. И у нас осталось время только для трех последних вопросов. Я отвечу, оставляли ли ручку Паркер? Да, конечно, мы ее дарили. А, ну ты понятный. Да, интеграция бренда по полной программе. Какие еще интересные белорусские видеоролики за 2017 год год достойны упоминания? Можно ли сказать, что видеоконтент стал интереснее и качественнее? Здесь давайте разделять рекламные ролики и видеоролики, потому что это немножко две разные вещи. То есть видеоконтент – это более широкое понятие. А то, что вышло, например, на телеке, то есть ТВ-ролики, это, ну, как бы, другое. Тот же Марк Фарбель, он же на телеке не вышел, как вы знаете, его не выпустили на ТВ. Это был успешный кейс. Да, это был вот в отношении видеоконтента. Из роликов хорошо сработал в этом году, как обычно, НТС. То есть все операторы сработали хорошо. У Велкома мне запомнилась последняя реклама с портным Дмитрием Заболотным. И наружку вы, наверное, видели, и рекламу видели. Вам тариф не жмет вот этот вот ролик. Очень интересный был. Потом был ребрендинг «Братьев Гриль», там, где пожилая пара подтягивается ночью к холодильнику и превращается в молодую пару. Ну, то есть хоть какое-то оживление у нас. Что-то еще из вирусных было хорошее. Я могу таки про дрэнное сказать. Я ж специализуюсь по всяким этим. Самое пошное – это сливки баи. Взяли ролик немецкого секшопа, який был выпущенный два годы тому. И на базе видеошерера с ролика зарабили рекламу салонов прихажостей и акциях, якие в этих салонах прихажостей. До сегодня чекаем от их комментара. Они обецали прислать. Когда вы нас глядите, то мы все еще чекаем ваш коммент. Я так отрымалась. Они же, насколько я понимаю, просто вырезали из того ролика ненужные части. Мы просто взяли видеошерер. Так вообще можно? Нет, нельзя так делать. Не делайте так. А, кстати, по видеоконтенту в этом году прикольный тренд. Бренды стали снимать ролики для Ютуба. И, например, довольно интересный был для туристического проекта «Ветлева». Если вы смотрели, интересные ролики для каждого из регионов Беларуси. Еще был интересный проект у бренда «Бульбаш» по историям о разных интересных людях в регионах. Они его громко, по-моему, не пушили, не пиарили, но сам контент был снят очень неплохо. То есть если вы покупаетесь, то найдете и посмотрите. Вообще надо развиваться. О том, что видеотренд в мире очень востребован, кричат все абсолютно аналитические материалы в западных СМИ. То есть я очень жду, когда мы все тут наконец прям начнем видео снимать. Ну, мы начнем на маркетинг-байе снимать видео в следующем году. Надеюсь, что его тоже. Ну, сапошня про УАЗик. УАЗ «Патриот» так само великое у нас обмеркование в Фейсбуке было. Там ролик про то, что у семьи есть целых два УАЗа «Патриота», у женки и у мужа. И они, у них ездят по городу. Это такая городская машина. Вельми жаркое было обмеркование в Фейсбуке. Подписывайтесь на Facebook маркетинг-бай и удянничайте в наших обмеркованиях. Следующий вопрос про деньги и про фестиваль «Однак». Означает ли то, что в этом году не будет «Однак» маркетинг-бай и сооснователь, что маркетинг-бай не все здорово с финансами? Смотрите, на самом деле маркетинг-бай был как бы медийным сооснователем и главным медийным партнером. Создателем и организацией финансирующей, однако, является инициатива «Будьма белорусами». Это ресурс «Будьма», если вы его знаете. И, собственно, вот у них и возникли финансовые проблемы с «Однаком». Если бы они нам его отдали полностью в наше видение, мы бы его провели в этом году. Даже с помощью волонтеров. Я не думаю, что это было бы так уж и сложно. И самый последний вопрос. Ваши читатели знают основные форматы вашего контента. Чем-то удивите в 2018-м? Да, видео. Поподробнее про видео. Давайте сначала снимем, покажем, потом обсудим. Не хочется делать никаких там широких анонсов для того, чтобы, ну, просто потом не сказали фу, какашки анонсировали, а сделали обу что. Хорошо. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня. И кто к нам подключился к нашему стриму. У нас будет еще много крутых ивентов. Поподробнее вы сможете почитать на нашем сайте presdfizclub.by. Заходите, регистрируйтесь обязательно и приходите. Вам большое спасибо. Было круто. Спасибо. 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 Спасибо.